всем привет на канале мастер css на связи с вами серега и мы продолжаем дальше разбираться с нашим слайдером сегодня мы познакомимся с некоторыми его настройками и если вы не смотрели первое видео где мы устанавливали и настраивали точнее оформляли этот слайдер то пожалуйста вот здесь она появится щелкайте и начинайте смотреть с первого занятия дальше смотрите у нас тут будут идти пару ссылочек на которые я буду обращаться постоянно вот ссылки на эти две страницы у нас будут в описании прямо под этим видео то есть разворачивайте щелкаете и смотрите теперь по своим настройкам настрой как вы можете видеть здесь достаточно большое количество поэтому мы во первых поэтому мы не будем все полностью рассматривать ну и во вторых некоторые отдельные настройки я сам не до конца понимаю для чего они нужны и поэтому как вы сами понимаете я не могу вам про их рассказывать и давать какие-то свои предположения итак поехали в первую очередь как задаются наши настройки задаются они двумя способами мы можем прямо в html нашему слайду задать атрибут дата слик равно и в кавычках и фигурных скобках задавать наши настройки вот таким образом да то есть через запятую мы можем пересчислить столько настрой сколько надо и прописать их нашему слайдеру либо второй вариант который буду использовать я в файле js js в той строчке где мы активировали наш скрипт вот прямо внутри фигурных кавычек я нажму enter мы будем прописывать каждую настройку в отдельной строке я буду использовать именно такой вариант он более удобный и тем более я не люблю смешивать там составляющую скриптов с html мне так проще и понятнее и теперь сразу коснемся двух настройки которые мы не будем использовать на практике эта настройка адаптив хайт и и и и и и и так где же на вот в рейбл убийц смотрите первая настройка что она делает вот я на вторую страницу прихожу и здесь они есть адаптив хейтс она позволяет размещать на нашем сайте слайды любого размера по высоте видите да то есть по высоте разные слайды включая ее скрипт будут подбирать нужную высоту и соответственно выставлять слайды так чтобы они смотрелись красиво и аккуратно ну и вторая настройка это variable width она позволяет задавать слайды различной ширины ну если первую настройку я не применяю потому что она мне тупо не нравится ну не аккуратно смотрится то вторую мы не будем применять потому что у нас в слайдах картинки все я подобрал одинакового размера но включаются они довольно просто то есть по умолчанию смотрите у variable width и variable и и адаптив хейтс у нас стоит значение фолз вот она да то есть это ложное значение то есть не включены мы можем их просто прописать включить значение true если у вас слайды разные по высоте и по ширине обоим настройкам и тогда они начнут работать ну вообще досмотрев этот урок до конца вы поймете сами как их спокойно можно использовать ну и следующая настройка которую мы уже применим на практике называется auto play что она делает эта настройка позволяет нам включить автоматическое перелистывание слайдов давайте мы ее сюда в объем так auto play если вы обратили внимание она по умолчанию идет со значением фолз поэтому чтобы ее включить мы напишем true правда и сейчас наш слайд начнет перематываться главное мышку честно него не наводить видите да и у нас все мотается так следующая настройка называется auto play speed вот это как раз настройка которая отвечает за время через которое будет сменяться от наши слайды и здесь по умолчанию стоит значение 3000 это означает три секунды давайте мы здесь поменяем это значение так запятая auto play так спит вот она обратите внимание что если у нас здесь указаны большие буквы то мы их прописываем именно большие маленькие маленькие то есть в скриптах пожалуйста люди соблюдайте регистр букв и так auto play спит давайте напишу 100 то есть это одна десятая секунды и сейчас тут у нас начнется реальная карусель да ну видите работает давайте назад включу 2000 вместо трех и у нас будет слайд сменяться каждые две секунды вот так вот следующая настройка она называется center мод то есть эта настройка которая включает наши слайды по центру так ставим запятую пишем здесь центр так мод двоеточие и напишем опять-таки трое потому что значение стояло false сохранимся и пожалуйста видите здесь у наших слайдов появились вот такие отступы и вот эти самые отступы мы тоже с вами можем контролировать при помощи следующей настройки который называется center padding или padding короче без разницы главное чтоб работала так где там она вот двоеточие и здесь уже мы не пишем значение там false true а здесь в кавычках вот как тут примере указано по умолчанию стоит 50 дефолт на значение 50 пикселей давайте мы поменяем на 25 то сделаем в два раза меньше так тут пишем 25 пикселей так сохраняемся и видите здесь линии у нас они стали заметно меньше в два раза так затем мы можем включить и включить еще точки как я их называю это параметр dots двоеточие значение по умолчанию false но если мы напишем true то у нас здесь появится вот такая навигация я считаю что она достаточно удобная поэтому я ее буду оставлять то есть можно сразу перелистать на тот слайд который надо они по стрелочкам щелкать там до каждого слайда ну и так как тут у нас стоит dots давайте стрелочка мы с вами отключим при помощи настройки arrows по умолчанию ее стоит значение трое поэтому меняем на false и у нас стрелочки после обновления страницы пропадут видите так дальше мы можем также прописать значение фейд она будет уже делать анимацию слайдов нет съезжая туда-сюда а именно при помощи затемнения и появления нового слайда и так напишем здесь трое и обратите внимание во-первых наши слайды они сейчас начнут меняться видите вот таким способом вот так вот то есть не едет и смотрите что некоторые настройки обратите внимание они могут влиять на другие то есть у нас при фейд true настройки центр мод и сэнтэ пэдинг они соответственно не работают и еще один момент это то что некоторые настройки они зависят от других включенных опций то есть если бы мы не включили центр мод то толку с нашего так стоп 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 что-то не то сделал так он тушит z zzz то толку с нашего цента пандинг никакого бы не было так сохранюсь и смотрите да то есть он никак не применяется вот так вот ребята и последняя настройка смотрите если мы точнее далеко не последние если мы сейчас будем с вами вот так вот мышкой зажимая слайды водить они у нас будут вот так вот перематываться да так вот мы это можем отключить хотя я не знаю возможно вам понадобится почему потому что на мой взгляд это удобно особенно тем кто сидит на телефоне настройка называется вот на дрэйк гэбл дрэк эйбл точнее по умолчанию стоит значение true но если мы напишем дрэйк эбл двоеточие false так сохранимся то уже мы вот так вот слайды перематывать ну вообще никак не сможем поэтому ребят но с этой настроечкой аккуратнее я ее назад верну точнее отменю потому что штука это довольно удобная дальше у нас с вами пойдет настройка бесконечности так смотрим видим мы можем прокручивать слайды по кругу вот я первый слайд а мотаю точнее последним это на первый первый на последний это можно отключить включив точнее отключив настройку которая называется инфинити то есть бесконечность и тут написав false сохранимся и смотрите теперь я получается не могу притянуть последний слайд за уши видите да точнее 1 и вот тут тоже видите не могу перейти к первому с последнего слайда здесь это потому что включена вот эта настройка и здесь обратите внимание мы можем с вами оттягивать наш слайд до определенного момента потом он возвращается засранец все равно назад так вот ребят этот момент мы тоже можем растянуть уменьшить до чтобы все так жизни было увеличить итак мы копируем здесь edge friction это следующая настроечка запятая и здесь я так понимаю она работает как процентов процентов то есть им если мы пишем 10 0 15 это означает вот по умолчанию 0 15 15 ну типа что-то вроде 15 процентов если мы напишем напишем здесь 5 это будет уже как растянуть на 50 процентов можно последний слайд и здесь смотрите вот я уже тяну и видите уже намного дальше он заезжает ребят ну вот таким образом вы все это можете контролировать и опять таки вот эта настройка она бесполезна если инфинити стоит true то есть если инфинити включена так ладно двигаемся дальше смотрите у нас здесь также мы можем отключить перемотку давайте я сотню рублю она нас видите мотается при наведении у нас все останавливается то здесь есть две настроечки это так 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 пауз он фокус пауз он хавы ну пауз он хавы это когда мы наводим сюда на его мышкой а пауз он фокус ну когда тут что-то сфокусировано на нашем слайдере то есть для чего она в принципе нужна вот тут я немножко даже сам не догоняю если кто понимает то пожалуйста в комментариях мне напишите дальше пауз он дот хавы то есть это настройка которая позволяет ставить на паузу слайд когда мы вводим мышкой курсором вот по нашим точкам здесь поэтому здесь давайте мы напишем пауз он дот хавы вот 2 . true пускай будет сохранимся и теперь я навожу и видите да у меня тут уже получается пауза стоит теперь вернемся опять скорости показа наших слайдов но так как мы можем настраивать время смены точно также мы можем настраивать и скорость нашей анимации давайте мы здесь вы выделим параметр speed ну давайте вообще вот сюда его вставлю по идее его она была самом начале вам показать и здесь обратите внимание speed но по умолчанию стоит 300 значения там вроде как да это означает ну почти там 0 3 секунды да давайте мы вместо 300 напишем 3000 запятая сохранимся так и теперь обратите внимание стало все намного медленнее ну слишком медленно давайте мы поставим 1000 сохранимся вот как идет и также мы можем контролировать тип нашей анимации то есть наподобие как мы используем типы в свойствах transition или animation точно так же мы можем сделать это здесь за это отвечает свойство css из вот оно двоеточие и в кавычках здесь по умолчанию стоит значение из так если меня память не подводит так 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 самом верху вот да по умолчанию стоит значение из то есть это анимация сначала идет быстро потом замедляется видите мы это можем с вами конкретно изменить так давайте напишем например из out сохранимся и видите уже уже чуть-чуть по-другому производится из in out так уже тоже по-другому ну или написать будет точно заметно если мы напишем линейную анимацию зададим у нас тогда будет идти видите вот так уже так ну давайте я тут оставлю из in сохранимся то есть у нас сначала идет медленная анимация потом она ускоряется но и тут давайте мы назад вернем значение в 2000 вот пошел что еще параметр lazy load он отвечает за способ загрузки картинок по умолчанию стоит параметр on demand это означает что наши картинки тут прямо написано будет грузиться только тогда когда вы их увидите на слайде то есть когда активный слайд картинка загружается можно вот этот параметр поменять на параметр прогрессив и тогда наши картинки будут грузиться как ну привычные загрузки страницы то есть когда как страница загрузится и смотрите как это работает вот здесь параметр on demand он стоит видим прописан тут хотим и по умолчанию но если я начну переключать картинки то они не сразу появляются сначала подгружаются ну и когда мы уже по второму кругу пойдем слайд перематывать то уже дальше такой загрузки не будет потому что все картинки уже подгрузились вот так ребят так еще один момент это мы можем выставлять направление наших слайдов райт ту лев то есть это полезно когда ну наверно для тех людей у которых идет чтение не слева направо как у нас а справа налево для этого нам необходимо здесь прописать параметр rtl двоеточие и трое так сохранимся посмотрим что тут у нас происходит ничего не происходит общество поломалась так давайте тогда посмотрим так right to left вот этот параметр и здесь прописано что в html тегу либо родителю слайдера на мы должны задать атрибут dars параметр right to left ну давайте в это сделаем с вами так вот наш слайдер идет и здесь мы пишем так дир и rtl сохраняемся и обновляем страницу и теперь смотрите первый слайд нас в конце а последний у нас в самом начале то есть пошло направление наоборот справа на лево ясно думаю с этим но это я удалю так как у меня это больше путаницу вызывает совершенно непривычно так и следующий момент который мы разберем это мы можем двигать слайды не только по горизонтали но можно включить вертикальное передвижение давайте мы напишем здесь параметр vertical двоеточие и трое и наши слайды они автоматически видим начинаются перематываться вот так но почему то смотрите первый слайд у нас первая точка идет 14 слайдом а это получается 13 слайд так дальше так инфинити здесь почему-то не работает а работает работает щелк щелк давайте мотаем так ну тоже неудобно если честно ну да ладно сейчас мы это уберем следующий параметр который мы рассмотрим называется rose по моему rose так где тут вот rose видим это мы указываем строки то есть по умолчанию слайды у нас идут в одну строку на если мы проставим rose например 2 и сохранимся то у нас видим слайды идут уже в две строки то есть давайте поменьше сделаю чтобы сразу все заметно было обновлю страницу и вот видите да у нас слайды идут два слайда в одну строчку но в принципе в некоторых моментах может понравиться понадобиться и если мы хотим чтобы в одной строке было несколько слайдов нам надо добавить вот этот параметр slide pair row давайте мы так включим ну давайте по два слайда в строку и у нас получается уже вот такая картина видите да то есть получается мы сразу видим две строки в каждой по два слайда 4 слайда и соответственно наших дот вот этих точек стало уже меньше ну что ж давайте мы теперь вот это все уберем так вот и рассмотрим следующий параметр который называется слайд ту шоу этот параметр отвечает за то сколько слайдов мы видим одновременно так я его включаю так точнее ну сколько тут мы напишем одновременно видим мы три слайда допустим вот они да то есть у меня экран уже тонкий давайте если побольше сделают увидите нормально смотрится но отступы мы эти тоже можем проставить же при помощи стилей между слайдами эти мы займемся следующем занятии и также вы можем перематывать не по одному слайду сразу по несколько за это отвечает параметр slides to scroll так давайте я его пропишу двоеточие 3 сохранимся и и видим что ничего у нас в принципе даже не поменялось так странно давайте вспомнил вот эта штука центр мод она мешает нормально отображаться поэтому давайте мы эти параметры 2 удалим сохранимся и теперь видите наши слайды перематываются сразу по три штуки так ну спит я тоже удалю пускай по 300 будет в принципе нормальная скорость перемотки мне на больше всего нравится так параметр z-индекс он отвечает за соответствующие свойства z-индекс в css который будет выставляться нашему этому слайдеру то есть если на наш наш слайдер на что-то заезжает на какой-то элемент вашего сайта либо наоборот находится под элементом он должен находиться выше то тогда соответственно вы ему прописываете z-индекс либо ниже чем у этого элемента либо выше чем у этого элемента именно через скрипт вы можете его указать так что еще еще у нас есть такой большой так сказать параметр который называется responsive настройка такая и здесь принципе я даже так на память вам не скажу что надо делать давайте мы с вами так с вами с вами с вами посмотрим где-то тут есть пример вот он видите вот responsive идет и здесь мы можем указать как будет вести себя слайдер при конкретной ширине экрана давайте мы с вами скопируем вот этот responsive ставим в наш редактор вот сюда так отлично и смотрите при ширине вот видим breakpoint стоит значение при ширине 768 пикселей мы указываем следующие настройки так eros falls falls давайте отсюда их уберу так затем центр мод трое центр паддинг 40 пикселей так слайд ушел 3 так дальше breakpoints 400 давайте уже вот этот 480 я удалю ну да думаю вы уже попоняли как это работает так стоять 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 что то я тут честно не то по удаляю будет потом беда так ну и тут ставим запятую соответственно все сохраняемся так слайдер наш никак видим принципе не поменялся а давайте еще тут поменяем так запятая проставим слайд ушел то есть там места уже получается у нас очень мало поставить здесь один и здесь тоже один так сохранимся и теперь смотрите я уменьшаю кошка и видите вот теперь у нас стало по одному слайду добавить режим центр мод и соответственно еще и паддинг в 40 пикселей который здесь прописан ну и так вы можете само собой делать для любого экрана то есть давайте мы даже вот на 900 пикселей его поставим чтобы он срабатывал то есть так видите он у нас нормально работает на такой ширине а как только на стоит девятьсотка так вот у нас все стало идти в один слайд ну и конечно же вы можете прописывать так не только для какой-то одной ширины а так как в примере можете использовать и две точки брик поинта а и 3 и 4 то есть столько сколько вам будет надо итак ребята в принципе на этом с настройками мы покончили следующем уроке мы будем слайдер оформлять и делать еще намного его круче поэтому спасибо за то что смотрите до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал на связи с вами серёга всего самого вам наилучшего а